Жертвой резкого торможения стала пожилая пассажирка. В одной из маршруток города Саровчанка встала с места для подготовки к выходу из транспорта. Перед остановкой водитель рывком затормозил. Женщина упала на пол. После дорожно-транспортного происшествия пассажирка покинула автобус. И спустя какое-то время, почувствовав боль, она обратилась в поликлинику, где после осмотра врачом она была госпитализирована. Падение пассажира является одним из видов дорожно-транспортных происшествий. То есть если пассажир, который находится в транспортном средстве, падает, ударяется в автомобиль в результате резкого торможения или ускорения, то необходимо оформлять его как ДТП. То есть обращаться в ГИБДД. Если с пострадавшим, то нужно вызывать на место сотрудников, фиксировать телесные повреждения и дальше соблюдать всю процедуру. И ни в коем случае не покидать место дорожно-транспортного происшествия. У дома-4 по проезду Ореховому подросток без прав катался на скутере, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии несовершеннолетний получил телесные повреждения. Врач его осмотрел и отпустил домой. На родителей данного несовершеннолетнего был составлен протокол по 5.35. Соответственно, неисполнение родительными законами, представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Неделей ранее было 5 фактов наезда на стоящий транспорт. Участники ДТП скрылись с места аварии. По двум случаям найден виновник. 70-летний саровчанин с разницей в полчаса повредил два автомобиля. Одно столкновение случилось на проспекте Ленина, 41. Он двигался задним ходом, въехал в стоящий автомобиль, вышел, посмотрел, какие повреждения получил автомобиль, отъехал для того, чтобы написать свой номер телефона на бумажке и положить его под лобовой стекло. А когда вернулся, не нашел водителя. Второе авто пенсионер подбил на Курчатова 15 во время парковки. При осмотре повреждений виновник не обнаружил и уехал. Теперь мужчине светит лишение прав на срок от года до полутора лет или административный арест до 15 суток.